На прошлом уроке мы упомянули, что есть глаголы аджвов, глаголы со слабой срединной буквы, слабая буква, которая везде заменяется на алиф, который или остается, или удаляется. Так вот, если к такому глаголу присоединяется огласованное местомение падежа-ар-роф, то этот алиф, который является заменой буквы вау или я, удаляется. Однако мы знаем, что если алиф, который являлся заменой второй буквы, удаляется, то огласовка предыдущей буквы обязательно будет фатха. Мы сказали, что глагол аджвов приходит только по троим породам – фа'ля еф'лю, фа'ля еф'лю и фа'ля еф'лю. И как мы видим, у первых двух пород общая форма глагола прочедшего времени – фа'ля еф'лю. Значит, если смотреть на форму прощедшего времени, то у нас два возна, две модели – это фа'ля и фа'ля. Если глагол аджвов приходит по модели фа'ля с фатха второй корневой буквы, то в этом случае при присоединении огласованного местомение падежа-ар-роф, удаляя алиф, который являлся заменой слабой буквы вау или я, мы должны заменить фатха первую букву на дому, если алиф являлся заменой буквы вау, и заменить эту фатха на кастрю, если алиф являлся заменой буквы я, например, кауэнта, каэнта, кэнта и кунта, и баята, баа'та, баа'та и бета. Так мы поступаем, если глагол был по модели фа'ля с фатхой. Если же глагол был по модели фа'ля с кастрой средины буквы, как, например, хауэфа и хайба, то в этом случае после присоединения огласованного местомения падежа-ар-роф и как следствие этого удаления алифа, мы огласуем первую букву кастрой вместо фатха, вне зависимости от того, были ли удалены алифы заменой буквы вау или я. А делается это для того, чтобы указать на форму, на модели глагола, что глагол был по модели фа'ля, а не фа'ля. Здесь мы видим, что первая буква будет огласована кастрой, даже если удаленный алиф является заменой буквы вау, так как здесь предпочтение отдается указанию на модели глагола, а не указанию на букву вау или я, замена которым являлась удаленная буква алиф. Например, хауэфту, хафту, хафту и хифту, в примере для вау, а также хибту, хэбту, хэбту и хибту. Здесь как вспомогательный признак, который поможет различить между моделями фа'ля и фа'ля, можно сказать, что если в глаголе аджвов в обеих формах будет алиф, то есть и в форме альмады, и форме альмудары, как, например, хафа и хафа, и хаба и хабу, это будет означать, что мы имеем дело с породой фа'ля и фа'ля, чья форма альмады проходит по модели фа'ля. А значит, после удаления алифа мы заменим огласовку первую букву с фатхи на кастру. Ну а если же в глаголе аджвов, в пустом глаголе, мы в форме прочедшего времени видим алиф, а в форме настоящего будущего времени видим вау, то это будет порода фа'ля и фа'ля. И следовательно, после удаления алифа в форме альмады мы заменим фатху первую букву на дамбу, дабы указать на удаленную букву вау. Например, каванту, канту, канту и кунту. А если же у нас в пустом глаголе аджвов, в форме прочедшего времени будет алиф, а в форме настоящего будущего времени альмады будет я, то это будет порода фа'ля и фа'ля. Значит, после удаления алифа в форме прочедшего времени мы заменим фатху первую букву на кастру, дабы указать на удаленную букву я. Например, бая'ту, ба'ту, ба'ту и бе'ту. Аллаху а'лам. Субтитры создавал DimaTorzok